Экономический кризис завершён, объявил президент США Барак Обама, выступая во вторник перед обеими палатами Конгресса с очередным ежегодным посланием о положении страны. Отметив, что теперь имеется больше возможностей выбирать собственное будущее, он высказался за корректировку экономики в сторону обеспечения большей социальной справедливости. По мнению главы Белого дома, экономика, которая ставит во главу угла средний класс, работает. Мы видели самые быстрые темпы экономического роста за последние десятилетия. Наш дефицит сократился на две трети, фондовый рынок вырос вдвое, а инфляция в области здравоохранения на самые низкие отметки за последние полвека. Понятно, какой из этого следует вывод. Такая политика продолжает эффективно работать, если ей не будут мешать, сказал Обама, отметив, что все попытки республиканцев добиться в Конгрессе отмены реформ в сферах здравоохранения, финансовой миграции, обречены на президентское вето. Глава Белого дома выразил солидарность с народами всех стран, попавших под удар террористов, и призвал законодателей санкционировать применение военной силы США против группировки «Исламское государство». В Ираке и Сирии за счет лидерства Америки в сочетании с нашей военной мощью удалось остановить наступление ИГИЛ. Вместо того, чтобы втягиваться в новую наземную войну на Ближнем Востоке, мы возглавили широкую коалицию с участием арабских государств, чтобы развалить и в конце концов уничтожить эту террористическую группировку. Это дело потребует времени и сосредоточенности. Но у нас все получится, сказал Обама, отметив, что будущее мира зависит от такого умного лидерства США. Он коснулся также ситуации на Украине, затронул вопросы климатических изменений, иранской атомной программы и отношений с Кубой.